Смотрим видосик Брайана, зашел на свой старый канал, у Брайана, кстати, новая стрижечка, и я недавно видела его фотку в детстве, я такая, что, серьезно, это Брайан, я сперва его даже не узнала, ему очень идет такая стрижка, мне кажется, что с ней он даже выглядит так немножко постарше, плюс, на той фоточке даже было видно, что он такой чуть-чуть подкачанный стал, Брайан большой молодец в этом плане, умничка, что тренируется, и давайте смотреть новый видосик от Максима. Ну да, я певец, я знаю, всем привет, друзья, с вами Брайан, привет, он на первом этаже, что ли, живет, так просто выглядит, странно, не будем об этом, ну что ж, нет, нет, больше я не буду повторять своих ошибок, держись от меня подальше, как многие из вас знают, когда-то у меня был совершенно другой канал на YouTube, мой настоящий первый канал, он называется Максутка99, почему я был, когда, дать вам, когда я придумала название канала, почему-то на нем стоит моя фотография в черно-белом фильтре, как будто бы я умер, умер не я, а данный канал, потому что я его довольно-таки давно не обновлял, я уже делал, офигеть там просмотров 800-каналов, я уже делал об этом канале еще в 2015 году, последнее же видео на этом канале было выложено 2 июня 2000, да, Радик, как я помню, 2012 года, и с 2015 по сегодняшний день на этот канал я больше никогда не заходил, если в первом видео про мой старый канал я просто показывал вам, какие там видео есть, как-то мило, то в этом видео я зайду на этот канал и мы с вами посмотрим, какие видео я смотрел в то время, что я лайкал, что не лайкал, сколько людей смотрит этот канал в нашем... интересно Интересно. Время и смотрят ли вообще. И также посмотрим, сколько я заработал на этом канале. Смешно будет. Офигеть. Я не делал этого пять лет. О май гаааа. Как видите, по-моему... У него такие слезы как будто на глазах. Смешно не особо. А может мне кажется. Изменился за эти семь лет. Ну ладно. На канале Максутка99. Сейчас 171 тысяча подписчиков. Но это вы туда, ребята, понабежали, когда я снял видео про этот канал еще в 2015 году. До этого там было, по-моему, подписчиков 700 или 1000, что-то около того. Я делал туториалы, как изменить цвет глаз в фотошопе, взлом значения денег в играх, как скачать видео с YouTube, как сделать машину в игре Happy Wheels. Давайте зайдем на главную страницу. Что там? Ага. Не понимаю, каким образом составляются рекомендации на YouTube в данный момент. Почему мне рекомендуется делаем суперобъемную прическу за 20 минут? Что я мог смотреть в 2012 году, что мне рекомендуется это? LP, магический майнкрафт. Что это? Майнкрафт номер 54. Обман Ла-Ла-Лошки. Это так выглядит очень странненько. Я помню, я очень любил смотреть Ла-Ла-Лошки в 2012 и 2013 году, поэтому, как вы видите, рекомендации не подводят. Как повторить Bad Guy от Билли Айлиш? Мне кажется, это видео просто было вообще на любых аккаунтах в рекомендациях, вне зависимости от того, что ты смотришь. И вот оно. И слушаешь. Мой подружки в Японии, учу маму сленгу. Его же видео. Вы понимаете, да, что я специально это говорю, что вы после этого видео пошли смотреть эти видео? Self-promotion, хрустящая корейская жарная курица, да ганч джон. Наверное, это вкусно. Блин, я жрать хочу теперь. Мне все равно. О, какой пёще. Понимаю, чувак, да, то же самое. Дешевые сладости на каждый день. Ну, видимо, с деньгами у меня явно были проблемы в те годы. Тест на прочность клона iPhone 11 Pro. Да, по-моему, я раньше любил смотреть Велсакома, и, наверное, из-за этого мне это рекомендуется. Майнкрафт, очень страшные приключения, господи. Мало кто знает, но я, на самом деле, вёл тайную жизнь между этими двумя каналами. Всем я говорил, что у меня лишь один канал, это Максутка 99, но параллельно я снимал видео на канал Брайан Мапс. Какая коварная жопа. Я такой, хоп, а у меня канал с миллионов подписчиков. Ну, у меня, к сожалению, так не получилось сделать. Мой друг спалил меня с новым каналом, когда у меня ещё было 300 подписчиков. Это тоже много людей. Чипсы из фарша под пиво. Что? Я пил пиво в 2012 году. Что ж, давайте зайдём в историю просмотров. Что было последнее, что я смотрела на этом канале, перед тем, как покинуть его. Звучит страшно. Что? Да. Максим, здравствуйте. Корм для кошек с треской, соусей и томатами. В наличии всего две штучки. Вы хотели три. Давайте две тогда. Вот, а дальше, жидкое мыло для рук, персиковый щербет в наличии нет. Что? Я могу что предложить. Роскошь масел, макадамия, экстракционы. Да, я люблю мыло с персиковым щербетом, и что? Ну что ж, последнее видео, которое я смотрела, было зафиксировано 19 октября 2013 года. Майнкрафт – очень страшные приключения. Ну, видимо, я просто накручивала себе просмотры с другого аккаунта. Поэтому просто пересматривала все свои видео на новом аккаунте. Тут сплошной Майнкрафт. Неделя влогов? Что? Что? Неделя влогов! Калева. Я помню, кто это. Вот это флешбек сейчас у меня, конечно. Вы помните, кто это? Я не смотрел ее, но почему-то мне иногда заходил на ее канал. Я помню, ей подарили айфон, и я такой... А она еще его распаковывала на видео. Я такой... В общем, грустная у меня жизнь была, как вы можете понять. Сплошной Майнкрафт. Саша Спилберг! Ну, а что тут такого? Я любил смотреть покупочки у блогерш в 12 лет. Майнкрафт. 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 Просто везде один Майнкрафт. 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 О, Саша Спилберг. Окупайте, беляй! Я помню. Чит балет в моем сердце. В моем 12-летнем сердце. Был такой ютубер, который... В общем, он снимал видео с рабочего стола, где, собственно, покупал читы у продавцов. Эти продавцы, то есть школьники, скидывали ему винлокер. Винлокер это вирус на компьютер, который блокирует тебе все. И он потом их разоблачал, показывал на видео. И, короче, это было... Я помню, я помню это. Я это не смотрела. Я так... Рона Желочь обозвал всех идиотами! Я уже жалею, что начал снимать это видео. Мистер Лололошка, зимнелетние похождения... Почему мы один Майнкрафт? Ну да, мне было 12 лет. Шоу... Кати Клэп! Шоу, вопрос-ответ от Кати Клэп, номер 14. Я на YouTube пришла где-то в году 15-м. Ну, начала его смотреть, 14-м, 15-м. И моими самыми первыми утуберами были, получается, Маша Вэй, Кати Клэп, а потом дальше я уже на остальных переключилась. Поэтому вот многие из этих роликов я не смотрела. Вот этот вито с Кати Клэп я потом уже смотрела позже гораздо. А не когда вот он вышел в 13-м году там или в 12-м. То же самое со Спилберг. Я очень многие ее ролики пересмотрела в старт. Я любила смотреть Кати Клэп в то время. А недавно мы с ней полетели в Японию, понимаете, так подумать. Это очень круто. Это очень мило. Как у вас прическа? Скажите в комментариях, что она мне не идет. Нет, новая прическа ему очень подходит. А вы не сможете писать, потому что у меня комментарии закрыты. Зато открыт Директ в Инстаграме я уже начиталась. Спасибо. Так, почему-то на январе 2013-го история просмотров заканчивается. Но на самом деле, просто, скорее всего, Ютуб до этого не собирал данные. На самом деле, большую часть того, что я смотрел, мы уже не сможем отследить. Потому что все было до 2013-го года. Мы туда, к сожалению, опуститься уже не можем. Но мы можем посмотреть, что я лайкал. О-о-о-о. Мне страшно туда сходить, честно говоря. Все свои видео с другого канала. Ну. Я такое не слушал, честно скажу. Я не... Я такое 100% не слушал. О, там тик на заднем фоне. Потому что о любви в то время я уж точно не мог думать. Тут всякие уроки по монтажу. Да Винчи, нифиг. Я тогда знал, что такое да Винчи. Кто не знает, это такая суперкрутая сейчас программа для монтажа. Что это такое? В 2019-м году Ютуб пропускал всякое на свою платформу. Как заработать в интернете? Ну, у меня были... Мне кажется, это все гуглили просто. Я тоже гуглила подобное когда-то. Гагатун, господи Иисусик. Еще Ютя где-то должен сейчас вылезти. АААААААА, господи. Я вообще забыл про этих ютуберов, про этих людей. А ведь я их обожал смотреть в то время. Это же... Это же... Как ее звали там? Алена... А... Как? Алена? Короче, вот это вот, которое вот... Вот это вот. Я не знаю, кто это. Я думаю, вы поняли. Ультрафиолет. Это был мем 2013-го года. Это был мем. ААААА, я вспомнила. Нет, вернее, даже с 2012 года А вот самое первое видео, которое лайкнул на этом канале Соответственно, это самое первое видео, которое лайкнул вообще GTA 4, глюки, баги, да и просто смешные моменты Что-то мне стало тоже интересно зайти на мой самый-самый первый YouTube канал Посмотреть, что я тогда смотрела и лайкала Ну хотя я сама помню приблизительно, но всё равно это было бы прикольно И вообще, когда я только начинала смотреть YouTube, то я делала это где-то на протяжении года Не зарегистрировавшись вообще Так, ну если канал у меня самый первый появился в 2015 году Значит да, где-то с 2014 года я смотрю YouTube Вот, целый год смотрела, не зарегистрировавшись Потом однажды Маша Вей такая говорит Ну я знаю, что, типа, ты смотришь это видео, наверняка там не авторизованный А вот мне было бы приятно, если бы там на этом видео собралось много лайков Я такая, ну ладно, так уж и быть, зарегаюсь Раз, типа, хочется блогеру, чтобы был лайк, я реально зарегалась Потому что я от неё тогда так фанатела, она и сейчас мне кажется очень классной Правда, к сожалению, на ролике на YouTube очень редко делают Но я вот ради неё тогда как раз-таки впервые не зарегалась на YouTube Вот это я понимаю А не то, что было до этого Оооо, нет-нет-нет Вау, это было Даже когда там вот всё было заблюрено, я примерно понимала, что там происходит Было просто возвращение в 2012 год Этот канал можно использовать как машину времени, серьёзно Как не всем доказать, что я Тигра Бузички Косички О, класс Монетизация Недоступна, недоступна Ограничена Недоступна Это YouTube YouTube не меняется Хотя по большей части это я накосечил Потому что я просто направо и налево использовал музыку с авторскими правами Возвращение королевы ждут Да твою мать! Хватит петь это говно! Смотрите, за последние 28 дней я заработал 2 доллара 70 центов Ну хоть что-то А давайте посмотрим, сколько я за всё это время заработал на этом канале 521 доллар За всё время существования Ну, нормально Конечно же, сразу видно, в какой момент я сделал видео на моём основном канале Смотрите, я даже в начале зарабатывал больше, чем тогда, когда я рассказал про этот канал на огромную аудиторию Самые прибыльные видео Блюр игры на двоих Это моё самое первое видео, я не хочу его открывать Не хочу Ммм, классное удержание Всем было интересно Этот канал, это рубрика игры на двоих И сегодня мы будем играть в блюр на разделенном экране Собственно ничего Ты такой милашка, такой голос прям Уч-уч-уч-уч Ну и напоследок мы с вами посмотрим комментарии, которые оставляют на этом канале по сей день Кстати, последний комментарий был написан 20 минут назад Кто смотрит Максутку в 2020? Посмотрим сколько таких Как мы видим, данный канал до сих пор смотрят какие-то мазохисты Хочу, чтобы этот канал воскрес Прекрасный голос Я не могу поверить, что это правильно То есть сейчас говно, да, голос? Ну да, согласен В общем, как-то так Ну просто очень сильно изменился Я надеюсь, вам понравилось это путешествие в 2012 и 2013 год Лично я много чего вспомнила с детства Что я смотрел, чем я вообще увлекался И круто, что этот канал можно использовать как своеобразную машину времени В дальнейшем и мой новый канал можно будет также использовать как машину времени И это очень круто Это сила интернета Ютуба Да И вообще подобных социальных сетей и хостингов Ну и если вам понравилось это видео Я очень рад, ребят, что вы посмотрели А с вами был, как всегда, я Так хотел только сказать, поставьте лайк Я очень рад Итак, до скорых встреч Пока Пока Музыки Очень классное видео Я, если честно, думала, что он снова будет пересматривать свои старые ролики Но то, что здесь было показано сегодня, это очень круто Я тоже повспоминала то, как пришла на ютуб, зарегалась впервые на этой платформе И что в те моменты в то время смотрела Еще я заметила, что у Брайана нет какого-то четкого графика расписания выхода роликов И, наверное, это была, может быть, моей ошибкой, что я сделала себе какое-то расписание И сейчас себя постоянно подгоняю под него Это иногда бывает довольно сложно, потому что не всегда успеваю Не всегда есть какое-то время и даже настроение снять какое-то более уникальное видео, нежели реакция Но посмотрим, что выйдет вообще со вторым моим каналом, с этим со всем расписанием Может отменю, может не отменю Посмотрим Что будет дальше? Продолжение следует...